Приветствую вас, если отвечать на ваш вопрос просто, то вам, ну, наверное, сначала нужно обратиться к врачу, к психотерапевту, к психиатру, может быть, к неврологу, вот. Обратиться к этим врачам, чтобы исключить психологические причины того, что вы описываете, просто будьте уверенными в том, что у вас именно исключительно только психологическое составляющее, и с этой вот психологической составляющей уже можно будет что-то делать. Ну, что это делать? Серьезно, конкретно, и так далее, да? Вот. Это первое. Это первое. Второе. Что хочется сказать? Что хочется сказать? Это то, что люди вокруг вас, они... Отражением. Отражением. Того, что вы сами о себе думаете. Вот. Они отражения... Они отражения... Того... Чего вы... Возможно... 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 Я не говорю, что это так, но... Возможно... Они отражения... Того, что... А... Вы... Хотите... Для себя... Вот. Сами. И... Они... Вот. То, что вы думаете о... Своих... Друзьях. То, что вы думаете о... А... А... Себе это... А... По сути это... А... Проекция. Вот. То есть это вот... А... А... Проектирование. Того, что... А... Вам... Ну, ну... Того, что вы... Ну, вы... Ну, вы... Ну, вы... Возможно... хотеть для себя. Это ирония, это и насмешка, это и несерьёзность какая-то, да? То есть всё это, всё это, это вот как раз проявление вот этой самой неуверенности для себя. Следующий момент, который нужно разобрать, это то, почему вы начали, собственно, всё это замещать. Как и почему вы начали всё это замещать в себя? С каких, может быть, пор вы начали всё это замещать? Если, ну, если вы начали это замещать, да? Вот. То есть мне кажется, что определить источник, с чего цена чего, ну, вполне себе можно. Да, определить источник, вполне себе реально. А дальше уже, ну, можно будет смотреть. Дальше уже можно будет смотреть, чего и как вы, к примеру, хотите, да? Для себя, допустим. Вот. Потому что нужна всё-таки ваша подробная история, да? Вот. Нужна всё-таки, ну, нужно более подробно знать о том, что с вами происходит. Вот. Ну, нужно всё-таки отдавать какой-то отсчёт себе, да? Вот. Ну, то есть разобраться с этим, наверное, более подробно. А механизм навязчивости, который вы описываете, механизм навязчивости, это нереализованные желания с одной стороны, и воспроизведение своего рода таких мысленных приказов, приказов каких-то, да, с другой стороны. Тут вот так всё примерно работает. С навязчивыми мыслями работают обычно через транзактный анализ. Ну, разные методы, но транзактный анализ как вариант. Дальше. Следующий важный момент, который я хотел вам сказать. на счёт за то, что у вас явно проблемы с эмоциональным интеллектом, на мой взгляд. Вот, судя по тому, что вы описываете. И, тут я бы рекомендовал вам для начала почитать книгу, может быть, Федерико Перлза. Федерико Перлза. Практикум. Слово. Гестарт. Терапии. Вот. Я надеюсь, что она, ну, поможет вам, какую-то вот, базовую, нарастить способность чувствовать. Базовую нарастить способность воспринимать и понимать то, что происходит с вами. Вот. Ну, тогда уже после того, как это будет, да, вообще можно будет уже о чем-то говорить. Ну, в таком случае. Ну, в дальнейшем. В дальнейшем. Вот. Понятно, да, о чем идет речь. Дальше. Значит, у вас занятие самооценка. Вы слишком сильно, на мой взгляд, ориентируетесь. На других людей. Вот. То есть, ну, для вас, вот, окружающие люди, да, как вот вы пишете, прям очень важно для вас мнение людей, очень важно для вас то, что они говорят. Вот. И это говорит о том, что вы на себя, на себя как раз таки не ориентируетесь. Или если ориентируетесь, то очень плохо. К сожалению. Дальше. 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 Иначе у нас. Одна из основных проблем заключается в том, что вы не реализуете себя. Одна из основных проблем заключается в том, что вы не реализуете свою значимость собственную. Вот. То есть, вы не реализуете сами. Вы не занимаетесь любимым делом, которое, ну, могло бы доставлять вам удовольствие, наслаждение, вот, в котором бы вы развивались, чувствовали бы себя уверенно и так далее. Вот. Этого не происходит. Вместо этого вы ориентируетесь на людей. Вот. И непонятно, с чем вы занимаетесь. Непонятно, на что сейчас вы нацелены, направлены, как личность. На что направлены ваши созидающие ресурсы. Вот. Вот. Непонятно. Дальше. Значит. Страх. Вероятная социофобия. Социофобия возникает по разным причинам, но... Один из основных ее критериев, это то, что вы не принимаете себя. Вот. Просто не принимаете себя. Ну, у вас не получается себя принять. Как это видится мне, по крайней мере. К сожалению. Вы себя не принимаете. К сожалению. И... Соответственно, если вы себя не принимаете, то вот что возникает проблема в взаимодействии с людьми. Вот. Никакая проблема в взаимодействии с другими. Вот. Потому что люди выбираются по интересам. Вот. Если вы ориентируетесь на людей, то вы в них растворяетесь. Если вы ориентируетесь, то вы от них зависите. И если вы от них зависите, то значит ничего хорошего вообще не получится. Да. И сочинить вас, в принципе, не будут. С другой стороны. Вы же сами себя обесцениваете. В том смысле, что он... Говорит, что вот он общается только из жалости там и так далее. Хотя... От... Откуда вы это знаете? Ну, что из жалости? С вами общается? Ну, не совсем... Не совсем понятно. Понятно. Но знаете откуда-то. Вот. Вот. И опять же, родительские мысли вас... Распроизводят, что вот я... Недостоин... Того, чтобы... Ну, со мной... Общались... На раму. А это условность. Условность предпринятия себя. И эти... Услов... Условия, да? Нужно... Эээ... Снимать. Вот. Эээ... Дальше. Вы пишите. Я перестал адекватно смотреть. Скорее вы нажили чувствовать свои желания, которые... Эээ... Начали о себе заявлять достаточно активно. А мне кажется, у меня есть проблемы, если это все действительно так, то они в порядке. А вот то, что вы... То, что вы не в порядке, это... Эээ... Ваша базовая установка. Что вы не в порядке. Но проблема в том, что сами вы прийти к этому не могли. Он вас в этом убедил. И убедить вас в этом, скорее всего, эээ... Эээ... Мог... Кто-то... Очень важный... Для вас. Опять же. А вот. То есть, эээ... Тут нужно смотреть. Тут нужно смотреть. Ааа... Откуда вы взяли это? Что... Вы не в порядке. Откуда эта идея к вам в голову пришла? Почему эта идея пришла к вам в голову? Вот. То есть, это очень важный... Важный момент. Очень важная деталь. Эээ... 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 Которую необходимо разобрать. И что, повторю, ответ кроется где-то... В родитель... В родительской... Скорее всего, в родительской семье. Скорее всего. Вот. Дальше. 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 Ааа... У меня отключилось внимание. Так. Эээ... Внимание на навязчивые мысли. Так. Ну, это... Может быть, защитный механизм. А может быть, и что-то психологическое. Так. Ну, про навязчивую мысль я уже сказал. Эээ... Тупик. Эээ... Это... Ээээ... Психологическая игра. Тупик. Посмотрите, пожалуйста, в Интернете. Вот. Вот, когда я с моими друзьями постоянно думаю, что они должны меня за дурака, да, то есть вот вы как раз таки думаете над тем, как вы выглядите, а не над тем, что вы хотите. То есть, подавленное желание имеет место быть. Вот, ну, в принципе, в принципе, вот вы пишите про медальный бред, да, парановое. Ну, опять же, да, можно выделить парамет, потому что все остальные вы себе, кажется, диагнозы ставите просто в каких-то масштабах. Опять же, я не знаю, может быть, вам это нужно, может быть, вы в этом не знаете, диагноз, может быть, так вы пытаетесь к себе внимание привлечь. То есть, как бы, опять же, я не знаю, я не знаю, я не знаю, как обстоят дела на самом деле. Вот, а что еще? В принципе, все, я думаю, я думаю, то, что вот я сказал, пока будет достаточно, вам рекомендую психотерапию, вот хотя бы пообщаться с психологом, чтобы понять, распределить, раз все, все, рассортировать. Вот, у вас в голове каша, мне надо разбираться. Где проблемы, где не проблемы, где волнует, где не волнует, что волнует, кто не волнует. Сами вы, разобраться, конечно, не сможете впечатлять в книгу, и после этого на прием к психологу. Ну, а, ну, для вас обязательно к врачу. Для вас обязательно к врачу обратиться просто к неврологу обычному. Вот, а можно у вас что-то по здоровью. Ну, самое страшное, в последнее время это, значит, что-то изменилось. Ну, и желательно, конечно, определить все, началось там, что 20 лет возраст достаточно, достаточно, вообще рад. Это сам, как будто, как будто, как будто из детства было. В последнее время это какое-то, сколько времени? Вот, два-три года. Может, больше. А может, меньше. Вот. А, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку в Дротоночь. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А, я вам желаю всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!